Роберт Лавров родился и вырос в Новосибирске. Юношей призвали на войну в Афганистан. Там прослужил полтора года, но за этот небольшой промежуток времени Роберт Евгеньевич пережил многое. Потери и трагедии стараются оставить за бортом воспоминаний, поэтому говорит больше о приятных моментах. В Афганистане не принято встречать Новый год и Рождество, и страна мусульманская. И поэтому понимание того, что такое елка, что такое это, они не знают. И вот мы там самостоятельно находили возможность, находясь в предгорьях, найти или можжевельник, или арчу, и привезти ее в качестве елки к себе. Чтобы не расстраивать своих близких, 18-летний Роберт сначала скрывал, что служит в Афганистане, но все тайное становится явным. В 1985 году, после тяжелого ранения, Роберт Лавров вернулся домой. Война оставила глубокий след. Стоял, буквально, можно сказать, подолгу смотрел, как самолет улетает на родину домой. И представлял себе, что все-таки дождусь я, наверное, того момента, что так же, на таком же самолете я вернусь домой. Вернувшись после госпиталя на родину, ему сначала было тяжело влиться в жизнь без войны. Но в скором времени все изменилось. Началась учеба в УЗИ. В 2003 году Роберт Евгеньевич приехал в командировку в Анапу. Здесь узнал, его погибший однополчанин и друг Сергей Бомбелов был коренным анапчанином. Придя в Анапский союз ветеранов Афганистана, увидев его фотографию, впоследствии встретился с родителями, рассказал, как все это произошло. Уже более 10 лет Роберт Лавров проживает на курорте. Власти города всегда поддерживали и продолжают помогать анапскому обществу инвалидов войны в Афганистане. Ветеранам особый почет и уважение. Мы постоянно это, можно сказать, видим, получаем все то необходимое, что нам надо. День вывода советских войск из Афганистана для всех участников боевых действий – большой праздник. Еще один день победы.